Друзья, всем привет! Как и обещал, продолжаю информировать вас, как обстоят дела с законопроектом, который существенно расширяет полномочия для патрульной полиции и увеличивает штрафы. С законопроектом предварительно я вас уже ознакомливал, выкладывал видео. Кому интересно, вы можете посмотреть предыдущее, оно об этом. Значит, вчера у нас состоялась рабочая группа по данному законопроекту. Я вам сейчас сделаю видео, в котором покажу, как это все выглядело. Только что я вернулся с комитета, который рассматривал, выносить ли этот законопроект в зал Верховной Рады, для того, чтобы депутаты всей Верховной Рады смогли проголосовать за него в первом чтении. Объясню, как процедура это происходит. Комитет профильный, в данном случае мой, должен решить, следует ли выносить в зал этот законопроект для первого чтения. Депутаты, если проголосуют в первом чтении за этот законопроект, появится время для всех депутатов, для того, чтобы они могли внести свои правки и поправить те или иные нормы законопроекта. На данный момент законопроект проголосован членами комитета как таковой, который стоит проголосовать, рекомендуется проголосовать в первом чтении. Сразу хочу успокоить тех, кто переживает, что эти нормы вступят в силу. Скажу вам, что не вступят. В скором времени точно, учитывая, что Верховная Рада сейчас очень долго будет рассматривать правки за рынок земли. Поэтому не раньше, чем через 3 месяца, я думаю, 2-3 месяца вообще этот законопроект попадет в Раду, для того, чтобы она проголосовала в первом чтении. А дальше еще время для правок, рассмотрение правок. В общем, история достаточно долгая, но сам законопроект, как я уже говорил, драконовский. Я всех внимательно очень прошу следить за тем, как он будет продвигаться, учитывая, что коллеги мои проголосовали за то, чтобы законопроект попал в Раду. Поэтому все общественники, которые занимаются проблематикой дружного движения, блогеры и прочие, обязательно, кто желает, я сообщу дополнительно в Инстаграме или в Фейсбуке, когда будет рассматриваться, когда будет рабочая группа или будет рассматриваться законопроект после вынесения в подкупол, то есть, когда будет уже идти к второму чтению, когда можно будет подавать правки, обязательно приходите в наш комитет, обязательно высказывайте свое мнение. Очень важно, чтобы общественность не оставляла это без внимания, потому что если этот законопроект будет принят, я думаю, что на дорогах начнется настоящий хаос. Поэтому, ребята, смотрите, пишите комментарии, очень вас прошу, следите за этим законопроектом, потому что я считаю, что он очень важный и очень важно, чтобы мы все-таки показали, народ показал, что он не согласен с такими подобными нормами, инициативы, которых мои коллеги хотят протащить. Значит, как вы видите, наступно, снизить порог швидкости и превышение швидкости руководства. Украина – это одна из самых крупных Украин и Европы, где позволяет превышать швидкость, больше, чем, ну, ответственность настаёт после превышения 20 км. Для населения пунктов сегодня есть швидкость 50 км на годину, плюс 20, поэтому правопорушение начинается с 71 км за год. Мы предлагаем это снизить до 20 км. Наступный слайд, покажите, будь ласка, это европейский ДОС. В Швейцарии правопорушение лишь 2 км на годину можно отстанавливать швидкость, Нидерланды 4, Геннеччина 10, Польша 85. То есть, поэтому мы хотим подойти до европейских норм этого, потому что это очень большой лаг для правопорушений. Это не изменилось. Да, это не изменилось. Я, прошу, перебрали. Мы тоже за то, чтобы она была, но в тексте... Значит, подивимось, подивимось тоди остальные депутаты. Это принципиально для вас спрашивают. Что-что? А остальные 20? Остальные 20. Ну, значит, да, это получится. Хотя можно под час другого читания, я думаю, вам будут депутаты, которые запропонуют такие смыслы. Все, спасибо. Анатолий, дозвольте... Добавь, пожалуйста. От ми теж, коли попередньо трошки проговорили струбный штраф, і була ще пропозиція, ми дуже сильно збільшуємо відповідальність, коли водяй порушує більше, ніж на 50 км. І встановлюємо штраф на рівні 3 400 гривень. А коли водяй порушує більше, ніж на 20 км, він отримує штраф 255 гривень. А чи не є це, на думку Міністерства внутрішніх прав та Нацполіцію, занадто великі розриви? 255 гривень за 20 і 3400 зразу на 50. Рівень небезпеки значно і... А че ви говорите, що штрафи будуть вообще 3 с лишним. Какі 520, які 540? Смотрите, давайте сразу, перед тим, як ми почали обсуждати повышення, я вам сразу скажу, що я однозначно вообще против любых повышений штрафів, в связи з тем, що для того, щоб сейчас наказывать водителей, прежде всього, треба научити роботати полицейських. А це є больша проблема. Я зараз не утрирую, коли говорю о том, що це повышення настільки буде раздражати людей, ви даже себе не представляєте. Тому що поліція на сьогоднішній день абсолютно веде себе безответственно. У них нету нікаких реальних інструментів, які можуть повлияти на них, якщо вони нарушають закон. В частності, фальсифицирують постановлення, либо протоколи, де-то превышають свої полномочия. Вот ми зараз поднимемо ці штрафи, і поліція буде зарабатувати не тільки по статті 130, але по всім остальним теж. І на сьогоднішній день, якщо на сьогоднішній день основной статтію заработка для поліції, якщо хто не знає, є стаття 130, і ви по ній здесь прилагаєте вообще примити адміністративний арест. То зараз це буде і со скоростью такої історії, і со всіх остальних. Я взагалі считаю, що розсматрити якого-либо повышення штрафних санкцій для водителів, на сьогоднішній день це не к місту. Поки поліція не почне працювати, згодом закону, і поки реально не буде інструменту у громадян наказати поліцейского, який сфальсифицировав ту чи іншу статтю. Давайте буде правильним, якщо ми, Антон Юрьевич, далі продовжують презентацію, і ми кожен з того, що відповідно нам Міністерство внутрішніх справ запропонувало, висловитися з приводу цих змін. Це було б правильно. Антон Юрьевич. Так, і ми не проти. Ми не проти, щоб депутати давали свою точку звернути. Це ж друга з двосторонним рухом. Виконавча влада пропонує своє бачення, вирішення проблем, які є. Законодавці кажуть, що виконавча влада хоче чи мало, чи багато для того, щоб щось зробити. Але щодо штрафів. Знаєте, в нас рівень життя, звісно, він нижче, ніж в Європі. Але рівень наших штрафів, він в десятки разів менше, ніж ті штрафи, ну якщо співмірно зробити, то багато наших штрафів просто, вони такі, що ніхто не хоче, я в них навіть дивитися. Для каких зарплат ви предлагаєте заплатити чоловіку всі ріде 35 тисячі за перевішення скорости? Я кажу, якщо ця людина проїхала по місту, а якщо не по місту Київ, а якщо в селі в какомусь? А в селі? Не, сміхайте, це позиція поліції, якщо щось зробити, давайте не будемо розглядати. Я вам кажу, де людина має взяти гроші, щоб заплатити 3,5 штрафа за перевішення скорости? Давайте розглянемо, якщо говорити і ви, я вам кажу, що це ви говорили. Давайте, я просто скажу, я згодом саму привычне. Давайте ми розглянемо, ви послухаєте, тому що вашу позицію ми знаємо, ми її добре розуміємо. Ви на сьогоднішній робочій групі обіцяли статистику по поводу п'яних полицейських за кермом за последній год. І скільки із них було привлечено, і якщо їх кількість? Я вважаю на комітет, на комітет я не на дозв'язку. Ми говорили о рабочій групі, давайте, ми узнаємо цю інформацію. Будь ласка, я сказав, що ситуація знається, так знається? Владимир, історія о тому, що повышенням штрафів ми нічого не решимо. В європейських країнах такі високі штрафи зв'язані з тим, що там інфраструктура построена таким образом, що сам водитель в городі при большому желанні і не зможуть розогнаться до таких скоростей. А ми зараз говоримо о том, що у нас ніфіга нету, ні дорог, ні інфраструктура, нічого. Давайте повысимо штрафи для людей і пусть це буде на їх відвесності. Секунду я не закінчу. Поэтому прежде, чем повышать эти штрафы за скорость в том числе, давайте все-таки вернемся к автоматической фиксации, щоб не було коррупційною составляючою. І я готов платити такі штрафи, і якщо в них не буде участвувати сотрудник полиції. Якщо мені автоматически буде система присылати эти штрафы, я закінчу. Спасибо. Поэтому давайте сначала решим вот этот вопрос, так же решим вопрос с дорогами, с круговым движением, с лежачими полицейскими. Секундочку. К вам, не к вам. Вы предлагаете, іниціатива від вас. Поэтому я говорю, що прежде ми решим вопрос с коррупцією в полиції, с дорожній інфраструктурою, а потім я всецел двомя руками поддержу іниціативу по повышенню штрафів. Ну, опять же, тогда ще неплохо було би вернуться к уровню жизни в Україні. І в целом, що люди змогуть заплатити такі штрафи или нет? Я просто дам коментар. Давайте, Меха, я хочу вам прокоментуйте, щоб ми друг друга не перебивали. Позиція слушна, грунтовна. Давайте репортим. Оці 60 тисяч порушень, які виявляють камери, які працюють в тестовому режимі, там половина з них висить на так званих київських швидкісних трасах, де максимально допустима швидкість руху 80 км на годину. Тобто люди, їх, пан Олександр, влаштовує якість цієї дороги, вони йдуть більше 130 км на годину. Там рекорди були зафіксовані цими камерами, більше 200 км на годину вони йшли, і якість дорожнього покриття їм абсолютно ніякому перешкоди не сворювала. І коли він літить таке швидкість... Ви забивайте, що помимо міста існує... Я скажу, секундочку, давайте так, ви забиваєте, що помимо Києва, в якому ви живете, є ще великі країна у нас, де для людей такі ціні і такі штафи – це шок. Якщо ви не знаєте, я вам предполагаю всім в місті поїхати по Україні, і я вам покажу просто, як живуть люди. І ви скажете, хто їм має взяти гроші на штафи? А хто споникає цю людину за містом, коли у нас середня Я вам объясняю. А я вам объясняю. Я вам объясняю не про це. Я вам говорю о манипуляції полиції в некоторых случаях при составлении административних протоколов и постановлений. Я не боюсь, що нарушитель реально, который ездить 120 і выше по городу, пояснює таке наказання і заплатить за штраф. Я нет, не этого боюсь. Я боюсь, що ваші сотрудники полиції в регіонах будуть просто штормити людей і просто составлять липове постановление і решати вопрос на месте. Вот этого я боюсь. А не то, що кто-то, я закончу. Давайте не перебивати меня, я щас закончу. Я вам напоминаю. Давайте я выскажусь, хорошо, а потом скажете своё мнение. Мы поняли ваше мнение. Госпожа Инносова, давайте так. Давайте я предложу, хорошо. Я вас поддерживаю. Давайте, Александр Ильич. Я напоминаю ещё раз, что я не против, чтобы нарушители понесли реальное наказание. Обеими руками, особенно по 130-й. Все инициативы по поводу затягивания и развалов вот этих вот постановлений в суде, однозначно да, те, кто сел пьяным за рулём, должны слить ответственность. Но до тех пор, пока будут работать такие сотрудники полиции, которые используют 130-ю статью как заработок, я однозначно против того, чтобы это было административное задержание. И по всем остальным статьям, где вы нарисовали такие безумные штрафы, пока полиция не перестанет брать взятки и маникулировать составлениями административных материалов, однозначно я этого одержать не могу. Разрешите, да? Александр Олегович, со всем уважением. Мы, когда обсуждали норму относительно светозащитной истории, вы проговаривали, что давайте не будем рассказывать, что все граждане намеренно нарушают право дорожного движения. Поэтому давайте перейдем более в конструктивную сторону. Если мы можем дать какую-то статистику и информацию по правонарушениям сотрудников, по привлечению их к ответственности и так далее, мы можем это предоставить, если она нужна. Но это не является всем абсолютно личным составом нацполиции. Она точно так же не является вся маргинальной. И точно так же не является основанием обычного нормального сотрудника полиции или просто взять с кого-то денег. Александр, можно альтернативы? Если есть какая-то необходимая возможность... Вы сказали, что если будет автоматическая система, то вы готовы заплатить 3 тысячи. Давайте зафиксируем в законодательстве временно. Если автоматически камера у меня зафиксировала 140, то я заплачу 3. А если сотрудник полиции, то 500. Смотрите, я кроме шоток, чтобы не смеяться, я всецело поддерживаю. Потому что когда вот выступает госпожа Яносова, рассказывает о том, что не все полицейские такие, однозначно я не говорю, что все. Я вам говорю, что ситуация в городах на сегодняшний день в стране обстоит еще более-менее как-то нормально. И действительно есть сотрудники полиции, которые периодически составляют постановления и наказывают нарушителей. То, что происходит, извините, у вас в регионах, в областях с полицейскими, это трэш. Я вам специально подготовил ряд роликов. Я просто не хочу уважаемому публику занимать время для того, чтобы демонстрировать то, как сегодня работает полиция и то, как она составляет по 130-й статье. Если вам интересно, пожалуйста, вот эти массы материалов посмотрите, как ваши сотрудники решают вопрос по 130-й сейчас. Что будет потом? Слушайте, ну... Секунду, я долго чекал. Не-не, мы уже говорили дважды. Я прошу вас сказать. Я хочу сказать, что если вы говорите про что-то, давайте будем рассматривать конкретно. Если будем рассматривать конкретно, мы не против. Я уже говорил перед этим, когда у нас попереднее было. Мы не против того, что если появляется факт, мы этого не укрываем, и мы притягиваем соответственных полицейских до ответственности. Господин Белошицкий, вы ничего не делаете для этого. У меня есть конкретный пример. Я вам говорю, что я вас перебиваю и говорю, что вы ничего не делаете для этого. Так вот, послушайте. Если бы я был уверен в том, что вы реально с этим что-то делаете, я бы так не говорил. У меня есть случай конкретный. Послушайте, да я вас слушал на трех рабочих группах. Я вам говорю, вы мне рассказывали о том, что у вас работает идеальная система по привлечению сотрудника полиции, который допустил то или иное нарушение на службу. Мы с вами после этого поговорили. Я вышел за дверью комитета. Мне прислали видео, где сотрудник полиции вымогает взятку. Мне потребовалось вмешательство начальника полиции Украины личного для того, чтобы этого человека задержать. Неделю не могли ничего сделать. С обычным сельским полицейским. Неделю. Вы мне сейчас говорите о том, я вам про практику говорю, а я готовый по конкретному. А я вам говорю про конкретный случай, а не говорю про абстракционист, который не рассказываете. Есть пропозиции. Я понимаю, что каждую позицию и вашу, и вашу. Давайте дальше идти теми пропозициями, которые есть в законопроекте, потому что сейчас эта дискуссия перейшла в другой формат и мы не идем этими пропозициями. Переходим к вопросу, которое мы с вами перенесли в черговости. Законопроект 2695. Пронесли изменения до деяких законнавчих актов щодо посильной відповідальности за окременное правопорушение в сфері безпеки дорожнього руху. Прошу, Павел Васильевич Бакумов. Дякую. Это завершальный проект, который предлагается. Он более сместительный, он более за обзор. Основные его позиции, я прошу сразу озвучить, просто обратить на них уважу. Мы предлагаем внести изменения до Кодекса Украины про админ правопорушение, за которыми не передбачати право суду передавати справи матеріалів про админ правопорушение на розгляд громадской организації або трудового коллективу за 126 статей КУПАП АТО-130, тобто керування автотранспортным засобом в стані алкогольного чи наркотичного спьянення. Ми всі розуміємо, що дана норма є відносно корупційною і дуже багато суб'єктів зловживаються правом і фактично особи, які вчинили админ правопорушення не піддаються покаранням. Друге. Ми пропонуємо можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. Це черговий інструмент, який суди застосовують для того, щоб особа уникала відповідальності за статтею 130. Єдине, що ми також тут перерічуємо більш ширші склади об'єктивної сторони правопорушень. 121, 122, 122, прим, 122, 4, 123, 126 і 130. Ми кажемо, що саме за цих адмін правопорушень справи про малозначності адмін правопорушень не можуть бути закритими і особа повинна все ж таки нести відповідальність. Третю позицією. Ми виключаємо з кодексу про адмін правопорушення такий вид стягнення, як штрафні бали. Він на сьогоднішній день не працює. Дана позиція повністю узгоджується з позицією МПС. І ми на сьогоднішній день маємо перші напрацювання і обговорення, які ж бали повинні бути і в якій формі як вони повинні нараховуватись і які наслідки за перебір цих бали негативні повинні завдаватись учасникам дорожнього руху. Але в якій формі вони виключаються. Також ми вносимо змін щодо позбавлення спеціального права. Якщо особу було позбавлено право керування автотранспортним засобом умовно кажучи на рік і вона протягом цього року ще вчиняє адміністративне правопорушення, за які їй теж позбавляється спеціальне право у вигляді керування автотранспортним засобом на рік. Ми кажемо, що ці покарання чи видатмінстягнення вибачте, вони плюсуються один до один, щоб воно не входило як її вже позбавили права вона вчиняє і один і той же строк покриває проміжок часу одне і той самий. Тобто ми кажемо додавання фактично. Це правильна позиція, тому що особа, яка пиячила позбавлено право керувати вона без водійського посвідчення їздить, розуміючи, що вона тільки від цього нічого не зазнає, окрім адміністративного штрафу. Є багато інших позицій стосовно санкційної політики, зокрема і по статтях, які пов'язані з безпекою дорожнього руху. Я звернув зараз на один із таких основних акцентів. Це стаття 130 ПУПА керування транспортним засобом суднами, які перебувають в стані алкогольного на першій час сп'яніння. І ми тут в проєкті законопроекту пропонується адміністративний арешт на строк за повторність від 10 діб з позбавленням права керування. Хочу свою власну пропозицію, хоч я і є співавтором законопроекту і підписав його як суб'єкт законодавчої ініціативи. Я не погоджуюсь з даною позицією і до другого читання буду категорично виступати проти, щоб норма про адмінарешт була прибрана. Вона є дискусійною і ми розуміємо, що на привеликий жаль сьогодні держава не може забезпечити тримання у абсолютно допустимих умовах осіб, щодо яких може бути застосовано відповідний адміністративний арешт. Вносяться відповідні зміни щодо прав суду на розгляд адміністративних справ. Тут дискусійних питань виникали. Єдине, що є ще дискусійним, це внесення змін до кримінального кодексу України, зокрема статті 286, щодо кваліфікуючих ознак. Я теж все ж таки поділяю думку того, що навіть якщо особа керувала автотранспортним засобом, потрапила в ДТП, порушила правила диспеки дорожнього руху, і вона була у стані алкогольного сп'яніння, ми не повинні це робити частиною-другою у стані алкогольного сп'яніння, тому що у нас є загальні правила, за які кримінальний кодекс встановлює тяжуючі обставини, і будь-який злочин, які вчинені в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, він і так буде кваліфікуватись додатково обтягуючі обставини. Це коротко, щоб не займати час, якщо... Дякую вам, я хочу за увагу, що цей законопроект дуже великий, на 46-ріна порівняна таблиця, вона дійсно обговорювалася в робочій групі, позиція під комітету, і далі рухаємося по уговоренню. Той законопроект, який сьогодні ми розглядаємо, по дорожньому руху, цей законопроект викликав найбільшу дискусію у членів підкомітету, однак комітет рекомендує комітету підтримати даний законопроект, а підкомітет дає на себе обов'язок дошліфувати, як то каже, в даному законопроект, як його читає. Дякую вам. Мога, будь ласка. Колеги, я хочу привлечити увагу всіх колег, хто сьогодні тут знаходиться, якщо несложно, уделити нескільки минути, тому що я вважаю цей законопроект достатньо важним. Александр Бакомов, який презентував його, розказав ісключительно о положительних моментах в цьому законопроекті, яких, безусловно, є. Действічно, є ряд норм, які необхідно змінити, для того, щоб, в частності, лица, совершившие правонарушение по ст. 130, не могли уйти от ответственности. Но, так как говорили уже, этот законопроект достаточно большой, в нем есть огромное количество вещей, которые ни в коем случае нельзя допускать и давать право полиции, расширять их полномочия и увеличивать штрафы. Я только приведу примеры тех, которые просто выпиющие. Значит, полиция, опять же, почему я говорю полиция, потому что в данном случае с автором законопроекта выступает господин Никлюдов, Медяник и Бакунов. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что законопроект был в принципе инициирован на МВД и народные депутаты, я так понимаю, не совсем некоторые возможно, поняли суть некоторых моментов. Значит, полиция предлагает вернуть норму, которая обяжет водителя передавать права в случае остановки сотрудникам полиции, передавать в руки для того, чтобы сотрудник полиции мог ознакомиться. Я напоминаю, кто не знает, что эта норма была много лет назад исключена, потому что она вызывала огромное количество негодования со стороны водителей, потому что полицейские зачастую манипулировали этой нормой и просто задерживали водителя и ожидали, пока он с ними решит каким-нибудь образом вопрос, неправомерный, подчеркиваю. Теперь, что касается ареста по 130-й. Александр Бакунов сказал, что он поддерживать это не будет, и, в принципе, это нашло понимание у остальных членов комитета, я просто не понимаю, зачем вообще, в принципе, выносить законопроект, как обычно мы это делаем в первом чтении, для того, чтобы во втором чтении правками все это убирать. Для чего это делать, я не понимаю. Давайте сделаем нормальный абсолютно законопроект, который устроит всех, не все могу, один раз проголосуем и не будем устраивать поправочный спам, который мы обычно делаем. Для чего? Мы сами вносим то, что мы потом должны будем героически преодолевать. Мне непонятна эта логика. Теперь, что касается нормы держать руки на руле при остановке автотранспортного средства. То есть, вы только подумайте, что господин Гераченко приходил на комитет и сегодня здесь находится, и он приведет пример европейские страны, в которых существуют телейные нормы, но я не знаю ни одной европейской страны, где нужно держать руки на руле при остановке полиции. Зачем делать это у нас? Ну, возможно, это связано с ситуацией, в которой у нас есть в АТО, но опять же, я напоминаю, патрульная полиция у нас бдит за порядком на дороге. Она не занимается, по большому счету, никакими другими вещами, кроме как обеспечивает безопасность дорожного движения. Поэтому я считаю, что это просто недопустимая норма, и она опять вызовет огромный большой резонанс в обществе, потому что люди не поймут, почему они должны сидеть с руками на руле. Это потенциально опасно, и мы рассматриваем общество как потенциально агрессивное. Дальше. Оставаться в машине. То есть этим законопроектом предлагается запрещать водителю покидать автомобиль в момент остановки. Если никто не против, я продолжу. Значит, этим законопроектом предлагается давать возможность полицейскому запрещать выходить водителю в момент остановки инспектором из автотранспортного средства. Либо же наоборот, по указанию сотрудника полиции он должен будет выйти. Я считаю, что эта норма абсолютно не должна быть включена, учитывая то, как на сегодняшний день работает наша полиция, и то, как зачастую они манипулируют и превышают свои полномочия. Эта норма в данном случае будет только раздражать водителей, и полицейские будут ее манипулировать. Останься, выйди и т.д. и т.п. Теперь, этим законопроектом мы хотим расширить полномочия сотрудников полиции при досмотре, при осмотре транспортного средства. Если сейчас на вымогу сотрудника процедурника полиции Вадимаев открытый багажник, бордачок, то в данном законопроекте мы ему разрешаем, по сути, полностью осматривать автомобиль, включая подкапотное пространство. Я хочу вам объяснить, для чего это делается. На сегодняшний день существует большая традиционная схема, которая, в принципе, не касается этого законопроекта, по регистрации газобаллонного оборудования. Кто не знает, цена регистрации газобаллонного оборудования, которая стоила раньше 400-600 гривен, для того, чтобы вписать это в регистрационный документ автомобиля, на сегодняшний день стоит от 3500 гривен и выше. То есть, большое количество водителей, на сегодняшний день, у которых установлено газобаллонное оборудование, перемещается по территории страны с неуказанным газобаллонным оборудованием в регистрационном документе. То есть, на сегодняшний день сотрудник полиции сможет беспричинно останавливать транспортные средства. Почему беспричинно? Потому что мы тоже до этой нормы дойдем. Потому что полиция, в том числе, просит дать ей возможность в 35-м пункте добавить причину остановки, которая, по сути, позволит им беспричинно останавливать любое транспортное средство. Где они смогут на свои требования просить водителя открыть, в том числе, и подкапотное пространство, где будет уставлен газ, который не будет вписан в регистрационный документ. И это еще одна, по моему мнению, кормушка для полиции, которая не в регионах будет просто спать и видеть, чтобы она появилась. Поэтому я очень прошу внимательно всех коллег отнестись к этому законопроекту. И отозвать его, доработать и внести нормальный законопроект от себя. Не от МВД, не от кого, не по просьбе кого-то, а от себя, как от народного депутата. Немного имею другое видение и буду говорить здесь и как гражданин, и как офицер полиции. На сегодняшний день, мне кажется, данный законопроект в первую очередь направлен на наведение порядка на наших автомагистралях, на наших дорогах. Почему? Потому что, я думаю, что все со мной согласятся, то, что происходит сейчас на улицах наших городов и на трассах, это беспредел. Многие люди сегодня говорят о том, где же это ГАИ. Вот это. ГАИ, которое было расформировано. В прямом смысле этого слова. И это позиция простых граждан, которые перемещаются не только на автомобилях, а еще и являются пешеходами. Искать во всем коррупционную составляющую можно, но тогда давайте запретим и полицейским находиться на службе с оружием. Почему? Потому что оружием они же тоже могут вымогать деньги, совершать противоправные действия. Давайте им запретим ходить в форме, потому что форма будет заставлять и мотивировать, опять же, к получению взятки. Смотрите, здесь должны быть в первую очередь параллельные процессы. Здесь я согласен. Согласен с тем, что нужно усилять ответственность за нарушения сотрудниками полиции. Но это вопросы к службе внутренней безопасности в первую очередь. Вот им, они должны нивелировать преступления, связанные с коррупцией. Но должна быть ответственность. Люди от нас ждут наведения порядка в нашей стране. И сегодня позиция полиции, она фактически нивелирована предыдущими законами. Они боятся нести службу. Я говорю это как полицейский. Я говорю как, да, полицейские в отставке. Полицейские боятся выполнять свои должностные обязанности, потому что мы их затравили уже до такой степени. Мы не знаем в принципе, уже на сегодняшний день готовы ли они вообще работать или нет. Поэтому порядок начинается с дисциплины. Дисциплина предусматривает и систему наказания. И в этом ничего страшного нет. Поэтому нам нужно на сегодняшний день исправлять ситуацию, которая забирает, опять же, ребята, жизни людей. А то, что, допустим, сегодня разгул преступности. А то, что сегодня воровство автомобилей, сегодня, наверное, находится на самой большой точке отсчета за всю независимость нашей страны. А это сегодня полицейский не может открыть капот, чтобы сверить хотя бы номера двигателя и указанного в перебитые автомобили. Вот это все как раз от фактической невозможности полицейского выполнять свою функцию защита интересов и защита законов Украины и украинских граждан. Поэтому я со своей стороны, как правоохранитель, да, я за порядок, я готов буду голосовать и за усиление ответственности, и за уголовные наказания, и в прямом смысле в отношении полицейских. Но в то же самое время я буду требовать ответственности и от участников дорожного движения. Все. Спасибо большое. Уважаемый Аргалий, я поддерживаю полностью своего коллегу Александра Кулицкого и прошу вас обратить внимание на то, что он, наверное, наиболее профессиональный из нас всех в этом вопросе, как человек, который специализировался конкретно на проблемах взаимоотношений водителей и полицейских, проблемах соответствия правил дорожного движения, тому, что происходит на дорогах и так далее. На секунду позволю себе отвлечься и напомнить уважаемому Антону Юрьевичу, я помню эту трагедию в Днепропетровске, я находился недалеко от того места, где она произошла, когда один человек расстрелял полицейский. К сожалению, она была вызвана не недостаточностью жесткими правилами дорожного движения, а полным непрофессионализмом возивших полицейских, которые действовали в нарушении всех инструкций, здравого смысла и так далее. То есть это таким образом не исправляется. Что я хотел бы сказать. Действующие правила дорожного движения, они, когда принимались, идеология их была такова, чтобы убрать максимально вообще какие-то выяснения, чего бы то ни было, между водителем и полицейским. Таким образом, прежде всего, убирая коррупционную составляющую. Человек нарушил скорость, остановили, подошли, зафиксировали, вот терминал можно оплатить, нет карточки, пожалуйста, вот штраф оплатить. Все. То есть как только мы возвращаем ситуацию, при которой права снова перекочевали к сотруднику полиции. Как только мы возвращаем ситуацию, когда он начал осматривать, мы вас остановили за превышение скорости, а давайте разберемся, а что у вас с капотом, а нормально ли тормозные колодки и так далее. Мы сразу же стимулируем недобросовестных сотрудников полиции начинать искать причину, по которой они придерутся к водителю с одной единственной целью. Взять с него деньги. Что касается штрафов по 3,5 тысячи гривен, о которых говорил Александр. Смотрите, когда у нас до такого же уровня поднимется ответственность самих полицейских за какие-то неправомерные действия. Раз. Когда у нас дорожные службы будут компенсировать водителям отурованные колеса и разбитые от торпеду голод. Два. Когда у нас наступит взаимная комплексная ответственность и синхронизация, я согласен, тогда мы сможем вернуться к вопросу резкого повышения штрафа до пугающих наших граждан цифр. На данный момент это неадекватно. То есть мы вписали в бумагу норму 3,5 тысячи. Это значит, что взятку будут требовать от тысячи. Совсем нищих будут требовать от 500. Но будут требовать всегда. И будут останавливать не за нарушение правил дорожного движения, а в желании получить эту тысячу гривен. Мне кажется, что ради тех идей здравых, которые заложены в этом законопроекте, для того, чтобы они сохранились и не были поглощены негативными, мне кажется, что лучше его отклонить и на базе этих идей написать новый законопроект, который будет адекватно воспринят. И водителям и даст возможность патрульной полиции обвинять. Я за результатами этих зауважений, которые были деколькими депутатами, висловом для того, чтобы перед принятым решением шановных членов комитета была полная информация. По деяким зауважениям хочу прокомментировать четыре вещи. Первое, что до пропозиции закрепить норму, соответственно, до которой водитель на вимогу полицейского должен передать для огляду посвященника водителя. Новация ця была викликана тем, что очень часто водители безпосередньо сложиваются этой нормой. Не буду коментовать все эти видеоролики, которые были, но это вопрос действительно викликало дискуссию еще на самом первом круглому столе, если кто-то помнит, по обговорению этих новаций. И хочу просто звернути увагу, что было принято компромиссное решение, оно закреплено тут, просто пан Куніцкий про него не сказав. При цьому законопроекту закреплена норма, что вимога про передачу посвященника водителя или реестрационного документа на транспортный заставь взагалі не поширюється на ті випадки, когда посвященник водителя или реестрационный документ было оформлено и выдано, начи с 2013 года и по сегодняшний день. Або если человек имеет электронный примирник, посвященник водителя или реестрационный документ на транспортный заставь. Тобто цей крок свидетельствует о том, что тут нет какого-то намагания или инициативы полиции или Министерства внутренних справ Украины открыто, как было назначено, промышку для хабарей и так далее и тому подобное. Друге вопрос. В отношении того, что закреплена норма за будь-яких випадков и обставин тримать руки на рулении. Там про слово «тримати руки на рулении» не совсем корректно виписано, там записано вимога, відповідно до якої, якщо на вимогу поліцейського водителя зупинив транспортный заставь, він повинен тримати руки в полю зору поліцейського. І це, як уже було зазначено заступником міністром, викликано питаннями безпеки. Третя позиція, відповідно до якої дійсно закріплена норма щодо вимоги про відкриття певних частин автомобиля. На сьогоднішній законі про нацполіцію закріплена вимога про те, що на вимогу поліцейського водій зобов'язаний відкрити двері салону, для того, щоб було проведено візуальний глюк, або багажник. Просто-напросто для того, щоб компетентно могли ефективно працювати поліцейський, пропонується додати, що також на вимогу поліцейського повинен водій відкрити багажні відділення, які знаходяться в причепі, на криші, ну і безпосередньо кабот для того, щоб поліцейський міг ефективно виконувати свою функцію. І відносно питання щодо збільшення штрафів. Тут, безумовно, знов-таки на розсуд шановних народних депутатів України, але ми просимо звернути увагу, що ані МВС, ані нацполіція не виступає за огульне підвищення штрафів за всі види правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху, які є. Просто-напросто проаналізувавши, які саме правопорушення є найбільшими причинами ДТП, для летальних випадків на дорозі на сьогоднішній день, ми пропонуємо підвищити і підтримуємо ініціативи підвищити розмір штрафів саме за ті правопорушення, де, на нашу думку, розмір штрафів на сьогоднішній день не відповідає ступенню суспільної небезпечності. Зокрема, якщо йде мова про те, що сказав пан Бужанський, зробити розмір штрафів 3400 гривень, мається на увазі розмір штрафу за перевищення швидкості, максимально дозволеної швидкості дорожнього руху більше, ніж на 50 км на годину. Це його право, безумовно, вважати цей розмір неадекватний. Наша позиція не зовсім є адекватним. Нинішній розмір штрафу для особи, яка за межами населеного пункту гонить автомобіль більше, ніж 140 км на годину, або в межах населеного пункту, такий як Київ, понад 100 км на годину. Я розумію, я розумію. Я розумію, що відбуваються експертами, вони не в состоянии не то, що відбувать поддільні права від настоячих, я вже не говорю о тому, що вони хочуть, щоб не провели ВИН-код, вони зачастую драгером не вміють пользоваться і правильно составлять постановлення і протокол. Тому, розширяємо можливості, давайте не збуваюся, що було б неплохо їх сначала научити роботати, вложити в них діньки, повысяти їм зарплату, що я однозначно підтримую. Более того, щоб всі присутніші розуміли, я выступаю исключительно за наведення порядка на дорогах. Я против хаоса, але я за те, щоб сотрудники полиції, які получат цим законопроектом больші полномочия, були відповідальні, не були корупціонерами, по факту, якими вони зараз є. Тому що стаття 130 на сьогоднішній день... Смотрите, ви можете з мною соглашатися чи не соглашатися. Те видеоролики... Секунду, я закінчу, а потім ви... Давайте я закінчу, а потім по поводу гребенки ще раз повернёмся, если не надо. Ролики, о которых ви говорите, де водитель манипулирує і не предъявляєт посвідчення. Я вам рекомендую посмотреть, дуже багато роликов, як сотрудники полиції на сьогоднішній день показують своє служебне удостоверення по требованию водителя. Якщо ви хочете вже рівняти норму, давайте рівняємо до конца, давайте по требованию граждан України, то сотрудник полиції буде передавати в руки тоже на ознакомлення своє удостоверення. Це буде честно. Ви ж не считаєте значально всіх граждан України якими-то преступниками, які можуть щось зробити з цим служебним удостоверенням? Я думаю, що ні. Якщо ми... Ще раз, я колег призываю, все-таки, дуже внимательно посмотрюйте законопроект, тому що, я вас уверяю, обществу не оценив наші с вами старання по наведенню таким образом порядка на дорогах. Тому що, по моєму глубокому убежденню, поки люди будуть знати, що вони можуть, з сотрудниками полиції, рішити вопрос по статте 130 на місці, ніяким увеличенням штрафів, ніякими нормами, арестами абсолютно нічого не решимо. Ми просто увеличимо кассу, яку ежедневно сотрудники полиції собирають по всій Україні. Ремарка така, колеги, я с прискорбию констатирую тот факт, що мої колеги з моєї ж партиї, які іниційували подачу цього законопроекту, не розуміють, о чому йде речі в некоторых позиціях. Я кажу абсолютно откровенно і чесно, що є норми в цьому законопроекті, які, безусловно, ми повинні поменять і принять, є дуже полезні речі. Але під цими полезними речі МВД пытається протягнути просто драконівські, я не вижу нічого смішного взагалі, норми, які позволять третувати участників дорожного речі з дня в день. І ні в коїм злічі, по моєму глубокому убежденню, ми не должны этот законопроект даже в першому чтені голосувати. От себе просто хочу ще раз попросити задуматися, прежде, чем буде проголосовано винесення цього законопроекту в першому чтені. Ні, у мене не просто питання, дивіться, ми тільки що самі сказали, що ми зайшли в землю. Тобто цей законопроект, не знаю, до травня навіть в першому чтені не буде розглядатися в Верховній Раді. Так може зараз просто його відразу допрацювати за всіма правками, винести громаді. То не треба було голосувати за законопроекту комісію, воно так само буде в країні теж вправи. Пропрошую. Мається новість, що всі наші рішення будуть винесені в Раду і голосуватись тільки після землі. Тому взагалі не працювати, не працювати. Ні, я просто чую дуже багато застережень. Я не як стартом в цій сфері, але... Давайте ми за цьому завершимо дискуссію. Дійсно, питання, високі дорожньої рухи, це завжди баланс. Бо, щоб баланс між правами учасників дорожньої рухи і безпеки. В даному плані цей законопроект не виріс на рівному місці. Він дійсно є вже результатом тривалого обовлення і стінах комітету, і стінах громадськості. Так, до нього є багато критичних зауважень, але я думаю, що давайте демо можливість цьому законопроекту бути розглянутим Верховною Радою в першому члені за основи. Тому я ставлю на голосування, колеги, питання щодо ухвалення висновку комітету з метою рекомендувати Верховною Раді України законопроект 2695, пронесні зміни до деяких законопроектів щодо пословні відповідальності за окрему правопорушності і безпеки дорожнього року ухвалити за основу Верховною Раді. За цю пропозицію прошу голосувати. Дякую вам за увагу. Дякую.